Всем привет! Завтра утром едем в Черкассу, а для вас мы уже сейчас едем, потому что когда вышло это видео, мы как раз в дороге. Я решила навести генеральную уборку дома у девчонок. Открыла для себя крем, даже не знаю, говорит ли название, потому что как только я скажу, в какую игру играю название, например, все сразу, реклама! Сейчас скажу, как крем называется, скажут, реклама! Ну реально он очень круто отмыл раковину. Прикольно то, что это как бы крем, он пахнет приятно, он не раздражает руки вообще, то есть мне руки не щиплет, и он ну очень круто отмыл эту раковину, просто, просто с одного раза. Сейчас решилась пройти еще раз, потому что я уже руками постирала, чтобы вы увидели реальный результат. Вот, смотрите, раковина просто стала как новая, прям сверкает. А не скажу сейчас, как называется, меня засыпает в комментариях, скажите, пожалуйста, что это за средство. Вот оно, это средство, оно было у девчонок дома, я для себя его открыла. Я не крашусь сейчас, думала видео не снимать, лицо обрабатываю по-прежнему, но антибиотики бросила пить, потому что совсем плохо с желудком, он болит, я уже не могу просто поесть, я ем, и после этого начинаются боли в животе. Я уже боюсь, что какие-нибудь там эрозии, язвы от этого лекарства, тем более, что в инструкции написано, что такое вполне может быть. Поэтому я решила оставить антибиотик, желудок все-таки дороже, чем красота на лице. Попробую местно вот это мазать, мазюкаться, может быть оно поможет. Пять дней пропила антибиотик, может оно как-то в совокупности все-таки мне поможет. Плитку помыла, ванну. Делать генеральную уборку я решила по нескольким причинам. Во-первых, у меня было на это время. Во-вторых, мне очень жалко Катю, которая даже высыпаться не успевает, и я стараюсь по максимуму им тут помочь. Стирку сейчас затеяла. Не пойму только, почему у нее столько контейнеров для линз. И вообще она как-то к этому относится слишком просто. Пошла, купила там какой-то контейнер, какие-то линзы, надела. То есть я боюсь, что она себе навредит своему зрению. Ну а в-третьих, я просто очень люблю оставлять порядок, когда откуда-то куда-то еду. У себя дома не успела, мы даже игрушки не прибрали. Вы это видели на Настином канале, но она нам помогла, а я помогаю им. Вообще причин тому, что мы не уехали, несколько. Очень сильно засыпало. Если почитаете новости, вчера вообще у нас на той дороге, по которой мы должны были ехать в Черкассе, вот почитайте Черкащина, Черкасская область, там просто стояли машины, их там спасали. Там по метру снег был, засыпало просто больше, чем во всей остальной Украине. Ну сразу несколько регионов сильно засыпали, и вот Черкасский тоже. Поэтому может быть и хорошо, что мы сегодня утром не уехали, мы могли тоже застрять. А так еще хотя бы день на то, чтобы расчистили дороги. Я думаю, что там уже укатано, расчищено, мы спокойно доедем завтра. Хотя сейчас идет дождь, все мокрое, и если завтра приморозит, это будет полнейший гололед. Алиса ужинает кашкой, сейчас будем пытаться ее уложить в спадки. Конечно же под мультики, да, я просто прикрутила звук для того, чтобы с вами поговорить. А то он будет так кричать, что вы меня не услышите. Сначала она всегда сидит спокойно, но потом начинает сбегать, бежать к телевизору, например, тыкать него пальцами. И тогда надо кормить вдвоем. Один сидит вместо стульчика для кормления, а второй кормит. Да? Ты стараешься побыстрее впихнуть, пока не убежала? Прям заметно пикает и пикает. Видишь, какие-то настроения. Ноги сами просятся слинять куда-то. Ну, чего вы все? Соску взяла. Рот заткнула, теперь не накормят, да, Алиса? Ошибаешься, все равно накормят. Соску забрали, да? Петь, когда Алиса недовольна, она всегда говорит... Я тоже так умею, слушай. Красиво? Брррррр! Брррррр! Не смешно. Кстати, бабушка хороший стульчик для кормления, да, бабушка? Мягкий, теплый Кость, под предыдущим видео в комментариях спрашивали, почему ты злой Почему? Из-за погоды, понятно? Он боится ездить на машине по такой погоде Он не злой, он просто Я боюсь, она на нашей машине ездит по такой погоде Да, но Костя не злой, вы поняли? Ты же рассказывал, как вы вчера заталкивали меня на влог Зачем это было рассказывать? Я это на видео снимала Еще парень пристроился и помогал, ты заметил? Да Одной рукой снимала, второй толкала Я думаю, что машина не толкается? Что это она не толкается? Говорит, толкай, толкай Еще ж парень там толкал И я одной рукой сильно толкала, не для видимости Не надо тут, вот пожалуйста Я просто делаю несколько дел одновременно Живчик, живчик только, чтобы лежала сонная Причем сама ее никто не укладывал Завернулась в это одеяло и засыпала Только услышала мультик, вскочила и теперь он энергии какой-то обладает Она, значит, не собиралась засыпать Просто она иногда понимает, что ее с кровати не выпустит И послушно лежит Никто ее в кровати не держал Не, ну мы обычно, когда ложим ее спать, мы ей не разрешаем слезать И она послушно там лазит себе по кровати, закутывается, лежит Так, главное, пошла, выключила выключатель А самой в темноте страшно Я ее зовут, а она так со страхом прибежала Но тому ребенку страшно, я пошла, свет включила Она тут же побежала, его опять выключила Она просто научилась выключать выключатель А выключать не научилась, похоже Ты думаешь? А он уже закончился Ну вот Синий трактор сказал, ну вот Ой, малышаник Ой, давай, что-то другое Например, свинку Пеппу Кстати, интересно, будет она его смотреть Отличный денек Джордж надел свою шапку Он боится проследиться О, Джордж, лучше смени шапку Кто это? У лисы такие глазу стали по пять копеек Зачем? Джордж, зачем? Джордж точно поправился Я немного не понимаю эту стиральную машину Вот белое я уже настирала И там разноцветное разложила Тоже на кучки, чтобы стирать Но режимы непонятные Здесь вот так расписаны режимы Есть вот такие кнопки И вот такие Я так полагаю, что режимы вот здесь Здесь выставляются И вот именно циферка Это вот здесь можно выбрать режим Нужный Но ведь нигде не написано, сколько минут оно стирает Вот мне сейчас надо очень быстро То есть я хочу, чтобы белье выстиралось за полчаса А выбрала какой-то режим, что стирает Оно уже часа полтора Вот тут я догадалась, что это кнопка включения Здесь, я так думаю, это градусы Это обороты, скорее всего Только вот интересно, неужели можно на любой режим выставлять любые градусы? Это слишком круто У меня ни на одной стиралке в Черкассах так не выставлялось Вот сейчас здесь стоит вроде как 60 градусов Ну это девчонки выставляли И я тут на бум выставляю режимы, пробую С тех пор, как Катя и тетя Оля уехали Бабушка спит на диване Ну и как всегда с ноутбуком В спальне ты не смогла бы спать, да? Там же розеток нет Да уж Почему-то ноутбук у нее всегда работает только от розетки Ну то есть мы вот ей дарим ноутбук очередной, да? Он работает сразу от батарейки А проходит некоторое время, совсем маленькое время И он у нее работает только воткнутым в розетку И далеко от розеток бабушка не живет Питается На окне одиноко стоит коробочка с елочкой из пряников Подумываю, может быть взять ее сделать Мы пробовали сделать с Катей пряничный домик И паровозик у нас не получилось Ну вернее паровозик у Кати получился У меня домик вообще не вышел Потому что Катюха не довзбивала, видимо, белок яичный Он был слишком жидкий И не хотели держаться ни крыши, ни стены В общем-то даже как-то смешно это все вышло Вы можете это глянуть видео у Кати на канале Я вам ссылочку оставлю в описании И вот сижу и думаю Попробовать ли еще сделать елочку теперь самостоятельно Решила открыть, посмотреть, что же здесь в наборе Сюрприз, сюрприз У меня то ли поломанный, то ли погрызенный пряник Если он поломанный, то где от него кусок? Да уж, обидно И со второй стороны тоже, смотрите Он еще запечатан То есть никто его еще не трогал И не мог откусить Это такое было в наборе А, он кусок валяется, да, он поломанный Возможно, это мы как-то его неаккуратно везли Или у нас падала коробка, кто его знает Ну, я думаю, это не помешает сделать елочку Можно просто вот так отвернуть Поломанными кусочками Или зубочистками можно их приделать Вот, ну что, раскрыло надо делать, наверное, да? Так, ну что, буду взбивать белок 5-7 минут Яичный белок очень видоизменился Во-первых, его стало намного больше После того, как я его взбивала где-то 6 минут подряд Во-вторых, посмотрите, можно поверить, что вот та жижа, которая была в начале И это, это все одно и то же Я теперь думаю, что в прошлый раз у нас с Катей не получилось Еще по той причине, что мы взяли не одно яйцо, как в инструкции А мы взяли два яйца Катя сказала, что кто-то ей говорил, что одного яйца малое, оно не получается И мы просто нарушили пропорцию Так, у меня, наверное, не получится перемешать сахарную пудру с яйцом на видео Потому как снимать некому А делать это надо аккуратненько Поэтому я сейчас пока видео выключу Аккуратненько вмешаю пудру в белок Катя в прошлый раз ее вбила миксером А я попробую просто вмешать ложечкой То, что у меня получилось в итоге, имеет гораздо более густую консистенцию Чем была в прошлый раз у нас с Катей В комплекте идет такой кондитерский мешочек Я его наполнила нашей массой Сейчас обрежу кончик Почему она не пропихивается дальше? Думаю, любому понятно, что не пропихивалась Потому что там был воздух Когда обрезаешь кончик, то воздух выходит И сейчас будем склеивать нашу елочку с помощью этой массы Аккуратненько наносить Я думаю, все в этот раз прекрасно получится Елочка вообще делается элементарно Поэтому если вы с маленьким ребеночком хотите склеивать Лучше не домик покупать, а вот так елочку Просто один на другой ложится Мне очень сложно саму снимать и это делать на видео Ну вот, вот так, видите Элементарно положили И дальше Следующий слой Я делаю такой кружочек Думаю, этого достаточно Может даже много Так, следующий элемент какой у нас Эти какие-то два одинаковые прям То они все шли больше, меньше А эти два прям одинаковые Я решила попробовать приклеить поломанные кусочки этой же белковой массой Смотрите, они вполне даже приклеились Замечательно Вот такая получилась небольшая симпатичная елочка Сейчас попробую ее раскрасить У меня нет кисточки Поэтому пользуюсь подручными средствами Что есть на кухне Кем и мажем В инструкции написано, что обмазывать пряник нужно для того, чтобы он потом не засыхал Да, конечно, у них на коробочке елочка гораздо симпатичнее Потому что у нее намного больше выпирают листочки Видите, нарисовано Можно их раскрасить На самом деле в жизни Это выглядит вот так Они еле видны Чтобы нагляднее было Вот так сверху вам покажу Они еле-еле выпирают Видите То есть так раскрасить, как на картинке Их навряд ли получится Можно, конечно, какой-то тоненькой-тоненькой кисточкой У меня здесь кисточек нет Поэтому я все-таки пробую это сделать этим кондитерским мешочком Ну, в принципе, это тоже вполне реально Просто будет не так красиво, как было бы кисточкой Я не знаю, делает ли так еще кто-то из видеоблогеров Одной рукой я разрисовываю елочку А второй пытаюсь снять для вас видео Получится или нет Увидим Не получается очень тоненькие делать полосочки Видимо, кончик надо было еще меньше обрезать у этого кулечка Вообще, я считаю Новый год семейным праздником Я всегда праздновала его чистым семьей в своем детстве Никогда в жизни не праздновала его у каких-то чужих людей В гостях Или в каком-то путешествии Всегда только с родней И у нас даже такая была поговорка Как Новый год встретишь, так его и проведешь И что для того, чтобы со всеми все было хорошо Ну, как бы, чтобы мы дальше жили все вместе Мы должны были встречать Новый год вместе И мне нравилась эта наша традиция И сейчас сижу одна на кухне Ни Настя, ни Кати Катя в Карпатах Настя в Черкасах И мне как-то даже дико, знаете Делать вот такие новогодние штуки в одиночку Как-то совершенно Непривычно И мне не нравится Ну, я точно рукожопа Эти зелененькие штучки у меня рассыпались Но мне кажется, тех, что остались Мне должно хватить Так, блин, на кончики цеплять Вот такая вот у меня получилась елочка в итоге Конечно, не такая может быть красивая, как хотелось бы Но, в общем-то, делается это не сложно Единственное, долгое время вот так вот расписывать ее Ну, и, конечно, как-то с той, что на картинке она вообще не похожа Но, опять-таки, у этой елки более острые углы А у этой они довольно-таки сглаженные Ну, мне нравится Напишите в комментариях, как вам нравится Сейчас попробую ее покрутить Вот Я помыла посуду И жду, когда достирается красное белье У меня еще аж три кучки белья Чувствую, точно спать не буду Настолько долго это все происходит Сейчас уже где-то два часа ночи Я собираю потихонечку то, что будем забирать с собой Вот, вымала бутылочку, чтобы утром Алиске йогурт налить Ну, собственно говоря, сейчас пойду убирать уже в комнате О, яблоко закатилось под стул Полы тоже здесь уже помыла на кухне Это, видать, Алиска яблоки рассыпала И на вот этом столике собираю то, что будем забирать, увозить Завтра утром Где оно берется столько вещей? Ну, вот там подарки от подписчиков Половину я уже распаковала, половину еще нет Смонтирую уже все дома, вам потом покажу обязательно Вот здесь на комоде тоже некоторая часть подарков от наших подписчиков с фан-встречи Тоже приедет завтра Настя и разберет куда что И еще было много всяких магнитиков в подарках Я вот так, видите, прикрепила магнитные закладки К Настиной вот этой диете Не диете, не знаю, правильное питание Она сказала, это не диета, это правильное питание Где-то она вычитала и распечатала Вот еще тоже магнитики Судя по всему, шарик кошку нам придется ставить здесь Так жалко, она так нравится Алисе Но мы ее в машину не впихнем Костя сказал, нет И что, разве что сдуть и надуть черкасах Но я, честно говоря, даже не знаю, как их сдувать правильно Вот такие шарики Вон уже сколько белья настиралось Чувствую, буду развешивать еще по батареям Сюда все не поместится Это я опустошила вот эту корзину для белья Все, что в ней было, перестирала Полотенце постирала тоже И некоторые вещи стираю руками Как вот эта кофта Потому что, представляете, что будет с вот такими бусинами Если ее засунуть в стиральную машинку Вот, таких вещей достаточно много Не обязательно они с бусинами Но есть такие, которые я боюсь, что просто полиняют Во время стирки в стиралке И тоже стираю руками На свой страх и риск включила обогреватель Уж очень холодно Пока не спим, пускай немножко прогреет комнату Боюсь, что мы что-нибудь забудем Сейчас почищу зубы Зубную щетку сразу сложу Потому что с утра могу Просто сонная очень сильно встать и ее забыть Вторую ночь не высыпаюсь Потому что в первую ночь тоже думала, что будем уезжать И тоже старалась по максимуму, чтобы могла успеть сделать Особенно намонтировать видео Всем пока, до новых влогов